Федеральный центр агроэкспорт Федеральный центр агроэкспорт В рамках реализации федерального проекта работает институт АТАШЕ То есть это представители Минсельхоза за рубежом И перед Минсельхозом стояла задача воспитать этих АТАШЕ И здесь появились совместные проекты с МГИМО Где на базе соответствующей кафедры была открыта образовательная программа По подготовке таких специалистов И ряд таких специалистов, которые подготовлены были на базе МГИМО Уже сейчас работают АТАШЕ по сельскому хозяйству в ряде зарубежных стран Всего планируется 50 таких представителей Минсельхоза направить в зарубежные страны Одной из основных их задач является развитие внешнеторговой деятельности, экспорта Ну а сейчас еще и задача в целом развивать внешнеторговую деятельность Исключая и поставки по импорту тех, той продукции, которая необходима для поддержания эффективной работы агропромышленного комплекса Международных проектов и агроэкспорт организуют достаточно много Это в целом наши бизнес-миссии, где мы собираем большое количество экспортеров, участников рынка И основная задача установить устойчивую коммуникацию с зарубежными партнерами И эти задачи в постоянном режиме решаются нашей организацией Но еще раз подчеркну, что одной из ключевых задач является повышение компетенции тех специалистов, которые работают на этой поляне И для того, чтобы этих специалистов было больше, совместно МГИМО, сейчас в рамках программы «Приоритет 2030» Мы реализуем такой проект под условным названием «Институт мировых аграрных рынков» И это целая серия образовательных программ, ДПО, семинаров и иных образовательных мероприятий Которые, по сути дела, нацелены на то, чтобы таких специалистов компетентных, которые придут работать как в аграрные предприятия Так и в министерстве сельского хозяйства становилось все больше и больше Эта компетенция чрезвычайно востребована И, по сути дела, это как специализированное направление, оно новое И оно охватывает целый ряд областей Эти области касаются и международного права в области торговли аграрной продукции И аналитики, и иных аспектов отношений, которые складываются между странами В процессе осуществления экспортно-импортных операций Ну, вы знаете, мы реализуем этот проект уже несколько лет А речь идет о федеральном проекте экспорт продукции АПК И на самом деле, вот, удача заключается в том, что на протяжении всех этих лет Мы были нацелены на определенные рынки Китай, Юго-Восточная Азия, страны Залива, Северная Африка Весь в целом африканский континент, Ближний Восток Это те страны, с которыми мы развивали отношения особенно активно И вот геополитические кризисные явления, в которых мы сейчас все с вами живем Они нас еще раз дополнительно толкают в сторону этих стран Безусловно, ключевыми партнерами нашими в этих условиях будут страны азиатского региона Это и Китай, и Вьетнам, и ряд других стран Мы планируем существенно расширять наши отношения с Малайзией, Индонезией Но и ключевым направлением все равно остаются страны залива Это весь блок стран Персидского залива Это и КСА, и Объединенные Арабские Эмираты И это страны Северной Африки И это, безусловно, наши традиционные партнеры Которые как раз являются традиционными и самыми большими покупателями российских зерновых И масло-жировой продукции – это Египет и Турция КОНЕЦ 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 КОНЕЦ